Брайан Блейзит в роли долговязого Джона Сильвера Кристофер Гарт в роли Джима Хоккинса Рэйна Щоне в роли Вандер Брейкена И Кен Колли в роли Бена Гана Возвращение на остров Сокровищ По мотивам произведения Джона Голлсмита Исполнительный продюсер Патрик Друнгу Продюсер Алан Клейтон Режиссеры Пирс Хаггард, Алекс Кёби и Алан Клейтон Эпизод 2. Мятеж Тащите эти бочки сюда! Прошу прощения, сэр Прошу прощения, что разбудил вас Но я полагаю, это моя койка И это ваш сундук? Я буду признателен, если вы уберете его Немедленно, если можно У меня длинные ноги Да, я это вижу Мне нужно отдохнуть О, я уверен, капитан найдет место в трюме Для сундука Я силен Значит, вам не трудно будет его нести Очень силен Я заметил Джентльмены Мистер Вандербрекен Мы с этим джентльменом как раз знакомились Не беспокойтесь, сэр, пистолет не заряжен Меня зовут Хокинс А вы должно быть преподобный Морган Что? О, да-да, конечно Я рад Ганс Вандербрекен Я шутил с вами Вам нравятся шутки, это хорошо Если я обнаружу, что кандалы расцеплены, вы у меня еще не так закричите А потом закуя их еще посильнее А это для тебя, Сильвер Ну ты и верзила Думаю, нет, господин Гридли А то бы вы действовали более разумно Не буду спорить с тобой, одноногий коллега Счастливо оставаться Здорово, Кок Счастливо, Кок Счастливо, Кок Бен 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 Ган Бен, я знал, что могу на тебя положиться Бен Ган Он не тот, кто забывает своих товарищей по плаванию Это не место для пассажиров, мистер Сильвер А я пассажир Так и есть, так и есть Но я не проболтаюсь, точно О, да Но что насчет остальных? Насчет этого не беспокойся Ничто не закрывает рот моряка лучше, чем Золотой четвертак Я боюсь тебя, Сильвер Боишься меня? Надеюсь, нет Это не Морш? Нет И капитан не Флинт А вы не квартирмейстер? Полагаю, это правда И полагаю, Джон Сильвер не в том положении, чтобы просить одолжение у Бена Ганна Да, я знаю Он и не может А ведь были времена Когда ты, не раздумывая, выполнял любой мой приказ Боясь быть скормленным акулом Но сейчас Если бы я попросил тебя ускользнуть на берег Наверное, ты бы потряс головой И если бы я сказал тебе незаметно сходить в старую таверну, подзорная труба И принести мне бутылку Грога Особую бутылку Которую приготовили для меня Я думаю, ты бы улыбнулся А если бы я предложил тебе это золото За твои труды Тогда Я полагаю Ты бы плюнул Мне в глаз Бен? Бен! 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 Отдайте рифы! Расправить паруса! За работу! Шевелитесь, бездельники! А что случилось с мистером Греем? Вы знакомы с ним? Нет, но... Меня прислали временно заменить его Полагаю, вам должны были сообщить в письме, что с ним произошло Ну что ж, мистер Моксон, добро пожаловать на борт Сарацина Бедный Грей Несчастливое начало для плавания Да, когда мы отправляемся, сэр? Через пару часов С приливом Пожалуйста, помогите спуститься Спасибо Не забывай, кто ты такая и где ты находишься Быстро возьмите багаж и погрузите его Эй, приятель, будьте добры Сообщите капитану о моем прибытии Мисс Макфейл Я капитан Паркер К вашим услугам, мадам Вы должны были получить письмо Это сеньорита Изабелла Заурилья Позвольте приветствовать вас обеих на борту Сарацина Я ее гувернантка и компаньонка Персонально ответственная перед ее дядей Его превосходительством Доном Хаймен де Почеро За ее благополучие Уверен, более безопасного места ей не найти Рада, что мы понимаем друг друга Я бы хотела осмотреть наши каюты немедленно Непременно Гридли, каюты Сюда, леди Добрый день, леди Мистер Моксон, первый помощник Позвольте предложить свои услуги Не могли бы ваши услуги отойти в сторону Мне послать матросов к якорю, сэр? Погодите, мистер Моксон Мы пропустим прилив, сэр Я смотрю, вы отчаяния рветесь в море Что ж, скажу по правде, я не сорви голова Что за странный человек? Это слуга Хокинса Похоже, он слабоумный На двери нет замка? Нет, мадам И вы считаете, что леди может спать без замка на двери? Не о чем волноваться, я уверен, мадам Я поговорю с вашим капитаном Извините, мистер Хокинс Приветствую, лейтенант Отлично Да, мистер Моксон Вы можете распоряжаться Мы отплываем немедленно Мистер Гридли Поднять якорь Пошевеливайтесь, лодыри Мистер Гридли как вы сказали, мистер Сильвер. О, Бен, ты быстро как ветер. Если Джим Хокинс узнает об этом... Не узнает. И не только от меня. Но и от них тоже. Сильвер, в этом плавании я буду пассажиром, не забывайте. Конечно, конечно, Бен. Подняться на мачту, на левый борт. Развернуть Бизань. Всем взяться за брасы. Командуйте от пути, мистер Моксер. Оттянуть шпринги и отплываем, мистер Гридли. Оттянуть шпринги и отплываем. Шевелитесь, лодери. Ослабить верхние паруса. Подтянуть брасы. Скрип корабельных балок. Плеск волн. Это музыка, друзья. Ага, барабан на краю могилы. Будь ворчуном, если хочешь, Нэтт. А я пью за благосклонных богов. Благосклонных? Вот именно. Благосклонных. Это особое путешествие теперь, как лотерея, друзья. И приз достанется тому, кто выждет верного момента. Отменно исполнено, мистер Моксон. Мне нравится. Вы настоящий моряк. Спасибо, сэр. Посмотрите, что там внизу. Ровно идет, мистер Ричард. Ровно идет, сэр. У вас морская походка, преподобный? А, мистер Хоукинс. Ну, да. Господь наградил меня морским телосложением. Вот пример божественного милосердия, ведь он призвал меня служить в далеких краях. Итак, вы снова ищете пиратские сокровища? Я торговал в Карибском море 20 лет. Я слышал вашу историю. Чем вы торгуете, мистер Вандербрекен? Деревом. Хорошим деревом. Чтобы делать красивые безделушки для господ, дам, принцессы, королей. Нелепо, правда? Отчего же? Это трудно. Опасно. Каждый день я рискую своей жизнью. Бейкер. Зачем ты здесь? Прошу прощения, сэр. Капитан просил принести его табакерку. Понятно. Ну, действуй. Я много читаю, Бейкер. Да, сэр. Я уверен, капитан не будет возражать. Но поскольку я не предупредил его... Я ничего не скажу, сэр. Хорошо. Надеюсь, что не скажешь. И вот путешествие может быть долгим, но он умный человек и знает, что в конце его... Долговязый Джон. Джим! Ты же сказал лучше в петлю. Что заставило тебя передумать? Помнишь свои слова, Джим? Пока дышишь, есть надежда. Я размышлял об этом. И я сказал себе, Сильвер. Джим Хокинс прав. И в конце концов, жизнь, даже жизнь раба, полна возможностей. Итак, наслаждайтесь трапезы, джентльмены. О, боже. Джентльмены, мои извинения. Отвратительно. В лесах я много раз умер с голода, поэтому если есть пища, я ем ее. Да, но тем не менее. Если подать это матросам, будет мятеж. Мои комплименты, капитан. Очень питательно. Боже. Ну и помой. Проклятье. Воняет хуже, чем трюмная вода. Для вас сойдет. И ты называешь себя Коком? Я был когда-то Коком. И скажу, твои помои не годятся даже для свиней. И все же, они слишком хороши для тебя. Но я щедрый человек. И вот что я сделаю. Я сейчас приправлю твой ужин, Сильвер. До тех пор, пока мы не достигнем земли, будешь жрать то, что я тебе дам. Подыхай с голоду, если хочешь. Через неделю будешь умолять меня о червяк с лепешек. Неужели, господин Кок? Неделю, говоришь? Ну что ж. Вот и пища для размышлений голодному человеку. Прекратишь ты когда-нибудь суетиться? Ты совсем не думаешь о моих нервах. Я только о них одних и думаю. С пяти лет. Мой желудок никогда не годился для морских вояжей. Может, было бы лучше, если бы мы обедали с джентльменами? С молодым джентльменом ты имеешь в виду. Я полагала, ты знаешь достаточно о молодых джентльменах, чтобы усвоить, что надо избегать их. Это как раз то, чего бы вы хотели, не правда ли? Мне что, не доставлять вам такого удовольствия, как превратить меня в такую же чертову старую деву, как вы? Нет. Нет, такой судьбы я бы никому не пожелала. И уж никак не тебе. Сеньорита Мак, извините, простите меня. Я не хотела. Ах, дитя. Я понимаю. Я никогда не была тебе матерью. Но я чту последнюю волю Дона Мадью Тебайо. Он просил доставить тебя в целости и сохранности к твоему дяде в Мексику. Мексика. С тем же успехом можно было забереть меня в монастырь. Думаешь, он богат? Твой дядя? Надеюсь, да. Судя по сумме, что он мне выслал. Нет, не дядя. Мистер Хоукинс. Вот так я впервые вышел в море. Предлагаю традиционный тост, джентльмены. Будь проклятой Испании. Я выпью за это. Мистер Моксон, могу я напомнить, что у нас мир с Испанией? Мир? Когда каждый испанский ищет английский, а каждый английский ищет испанский корабль, чтобы затопить. Натерпелся я от испанцев. КОНЕЦ 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 Добрый вечер, сеньорита Изабелла. Прекрасный вечер. Ветер слишком холодный. Я вернусь в свою каюту. Жаль, что вы не смогли с нами пообедать. Вы знаете, я избалована. В особняке моего отца в Севилье я привыкла к беседам с благородными людьми, поэтами, учеными. Думаете, мы бы вам так учали? Другие, несомненно. Но не вы, конечно. Вы учились в Оксфорде? О, вы справлялись обо мне? Ваш отец, видимо, важный человек. Он умер много лет назад. Но да, он был самым важным человеком в нашей местности. Сквайр? Гораздо важнее, чем Сквайр. Он держал единственную таверну на много миль вокруг. Владелец таверны? Ты не похож на сына трактирщика? Почему же? Я причисляю только джентльменов к своим знакомым. Я спутала вас с джентльменом. Впредь вы будете мудрее. Человек за бортом! Человек за бортом! Человек за бортом! Бросайте ему веревку! Вот там! Там! Надо вытащить его! Человек за бортом! Кто он? Я слышал, это был Кок. Кок? О, Джим! Самое доброе утро тебе! Да, я мог бы догадаться. Завтрак сегодня был великолепен. Спасибо, Джим! Что ни говори, а рука долговязого Джона еще не потеряла своего мастерства. Поразительное совпадение, что наш Кок оказался за бортом. О, Джим! Никогда не думал, что буду благодарить Господа за то, что меня заковали в кандалы. Если бы это было не так, думаю, что Джона Сильвера первого заподозрили бы в этом чудовищном преступлении. Добрый день, мистер Хокинс! Доброе утро, капитан! Сильвер! Великолепно! Спасибо, капитан! Должность ваша, если вы согласны, это особое привилегии, если вы злоупотребите моим довериям... О, не опасайтесь, сэр, муновение свежего ветра уже достаточная привилегия для меня. Надеюсь, что так. Но если что, мистер Гридли получил приказ смотреть за вами, как ястреб. Отведите его вниз, мистер Гридли. Есть, сэр! Боже, благослови вас, капитан. Боже! Благослови вас, капитан! Ловко ты обдурил Паркера. Но меня не обманешь, Сильвер. Если хоть что-то замечу, второй кок тоже окажется за бортом. Ни разу не видел, как плавает одноногий. Сильвер, он сволочь, я же говорил! Довольно разговоров. Хватит говорить, надо действовать уже! Я здесь, капитан. Если, конечно, ты не хочешь бросить мне вызов, Джейк. Вы, незаконорожденные выродки, в десятером? Против всей команды? Может, вам нравится болтаться на рее? Мне нет. Будем ждать нужного момента. Да что ты! И кого же мы ждем? Кого? Босса и самого Гридли, конечно. Думаешь, он лучше обращается с матросами, чем с нами? Только не он. Пройдет месяц. Шторм. Жара. Жажда. И господин Гридли прикусит свой язык. И матросы сами вынесут меня на шканцы, как чертова спасителя. Подняться на мачты! Подняться на мачты! Шевелитесь, мерзавцы! Крутите быстрее! Может, вам не стоять на жаре? Для меня солнце, как вино. В Шотландии я никогда не видела солнца. Всегда мечтала о нем. И все же, слишком много вина и... Ну, конечно, вы-то знаете. Сын трактирщика. Да уж, я вам не чета. Но теперь вы богаты и образованы. Скажите, деньги и образование достаточно, чтобы стать джентльменом? Настоящему джентльмену не нужно спрашивать об этом. Конечно, нет. Если только он уже знает ответ. О, мистер Хоакинс! Не просите меня помолиться о ветре. Я целую неделю так усердно молился, что Господь теперь пошлет нам ураган. Симпсон, закрепи этот шкот. Есть, сэр. И ты называешь это закрепить? Симпсон, мне кажется, тебя мучает жажда. Да, сэр. Можешь спуститься в трюм и получить дополнительно полкружки воды. После того, как закрепишь этот шкот наилучшим образом. Есть, сэр. Пошевеливайтесь, бездельники! Мятежник, как я поближу. Симпсон? Он первоклассный моряк. Это жара. Давит на всех нас. Скоро мы так все вскипим. Какого дьявола вы тут делаете, Моксон? Изучаю карту, сэр. Это я вижу. Зачем? Навигация моя страсть, сэр. Правда? Вы хорошо это скрывали последние полтора месяца. Я не хотел посягать на ваши прерогативы. Посягайте на что хотите, такая жара. Вы закончили, я полагаю? Конечно, сэр. Доброе утро. Она соленая. Что ты делаешь, Симпсон? Я с тебя шкуру спущу. Простите, мистер Гридли. Сэр, но эта вода не годится для питья. Ах ты, вечно недовольный Симпсон. Все ноешь. Достаточно хороша для таких мерзавцев, как ты. Пей! Вода плохая, сэр. Я не позволю плеваться водой на моем корабле. Давай, пей, мерзавец! Не буду. Не будешь? Убирайся с моей палубы, подлец. Не получишь ни глотка, пока не усвоишь свои обязанности. Не будешь говорить так дерзко, когда твой язык прилеплен ко рту. Том, нет! Ты заплатишь за это своей шкурой, Симпсон. Я заплачу тебе по шее. Симпсон, держите его. Он ударил вас, мистер Гридли? Да, сэр. Он спровоцировал это. Точно, сэр. 50 плетей, Симпсон. Завтра в полдень. Вниз его, и в кандалы. Гридли это начал. И скажи спасибо, что тебя не вздернут. Вот так-то. А тебе я еще припомню твои слова, Робертс. Робертс! Попробуй это, друг. Да, чистая, как родниковая вода. Нет ничего лучше для томимого жажды, чем чистая вода. А вот это, это, скажем так, особый специальный резерв. Да, для офицеров. И они не едят эти пресные лепешки. Сухой паек не годится для них. Это стиль Паркера. Вы идиот, Моксон. Толгая жара превратила экипаж в бочку с порохом. Одна искра, порка, например, и у нас будет мятеж. Сэр, на Гридли напали. Гридли компетентный человек, но он очень вспыльчивый. Я был вынужден поддержать его. И похоже, вы думаете, что я вынужден поддержать вас? Вы взошли на мой корабль с первоклассными рекомендациями. Опыт и проницательность. Должен признаться, я обнаружил ядные признаки подделки. Вы считаете этого джентльмена легкомысленным? Мы считаем, надо послушать, что ты скажешь, Сильвер. Я тоже. Послушаем. Я больше ничего не говорил. Очень разумно, господин Робертс, ведь я Джон Сильвер, великий и ужасный. Итак, скажу прямо, дюжина человек в клетке внизу готовы сражаться вместе с вами за ваши права. Мы не возьмем этот корабль с двадцатью людьми. Взятие кораблей такое же ремесло, как и любое другое. И разрази меня, Гром, я не новичок в нем. Я учился этому мастера. Да, его имя было Капитан Флинт. Ты говоришь, мы можем сделать это. И что потом? Я не пират. Я тоже нет. Но я ищу такое сокровище, что может сделать вас богаче, чем сам бог. Мудозвонишь! Ну ты-то старый хрен, сразу видно. Специалист по мудозвонам. Есть пассажир на этом корабле по имени Хокинс. богатый молодой джентльмен. И считаю, не нужно вам объяснять, как он заполучил свое золото. Да. Сокровища Флинта. Их уже раскопали десять лет назад. О, ты мне-то не рассказывай. Ведь я был квартемейстером у Флинта. Алмазы, рубины, сапфиры. Они все еще лежат там. Десять долгих лет. А у Хокинса есть карта. Она все еще у него. Она на этом корабле. Карта Флинта. И я знаю, как прочитать ее. Ну что, вы со мной? Наустав сокровищ за камнями Флинта. А? Тебе нравится Брэнди, Ричардс? Брэнди, сэр. Конечно. Я так и думал. И мне тоже. Возьми бутылку в моей каюте. И два стакана. Слушаюсь, сэр. КОНЕЦ Тише. Вы, Олухи. Показалось. КОНЕЦ Успокойся. Или иди посмотри. Чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо. Любить дела милосердия. КОНЕЦ Кончай, старого дурака. Нет. Он товарищ Хокинса. Мы оставим его. На всякий случай. Привязать его. КОНЕЦ 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 Пятьдесят плетей. Приступайте, мистер Гридли. Есть, капитан. Довольно! Стойте! Слушайте меня, матросы! Гридли мертв. Правосудие свершилось. Я захватываю этот корабль. Те, кто против меня, вас ждут лодки, вода и удача. Те, кто со мной, нас ждет путешествие и богатство в конце его. Или скорее нож в спину. Мы в тупике. Привет, Джим. У меня капитан. У тебя пушка. И вода. И запасы провизии. И мы превосходим вас два к одному. Да. Но один мой стоит четверых твоих, если дело дойдет до драки. Мы не собираемся драться. Мы можем подождать. Ждать — это опасная игра, Джим. И в чем смысл? Когда мы с тобой можем договориться прямо здесь и сейчас. Да. Ты даешь мне карту Флинта и... Что? Я беру лодку и трех человек. А вы получаете капитана Паркера, живым и невредимым. А остальные мятежники? Когда я уйду? Вы легко договоритесь. Можешь быть уверен. Ну что, Джим? Передай это своим. Они примут мои условия. Помнишь, остров сокровищ? Помнишь, как ты пришел в форт предлагать условия? Помнишь, что капитан Смоллетт сказал тебе? Я вас всех отправлю к дьяволу. Послушай меня, Джим. Я тебя предупреждаю. Много, много живых стали мертвыми благодаря одному человеку. И его имя Джон Сильвер. Пойдешь против меня и тысяча чертей. Я уничтожу тебя. Ложись! Испанцы! Черт возьми! Режь веревку, Симпсон! Джим! 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 Там Моксон с твоей компанией что-то делает с бумагами. Моксон! А теперь... Говори, кто ты такой. Он Дон Педро Декорто, специальный агент короля Испании. Этот корабль... Военный трофей. А вы и ваши люди... Можете считать себя военнопленными. Война? Вот как ты это называешь. Я называю это пиратство. Секретное послание от первого лорда Адмиралтейства командиру флота Ямайки. Когда это прочтут в Испанском дворе... Будет война. Политика. Все главные проблемы в мире происходят из-за политики. Я гоню себя. И я должен был догадаться, что этот Моксон вгон и убийца. Сколько там Испанцев? Джим. Не сейчас, Бен. Какая разница. Мы бессильны. Джим, Джим, друг. Бен. Джим. Ты бы что угодно сейчас отдал за дюжину пистолетов и мушкет. Ты же не станешь отрицать, нет? Вот когда пригодился Бенджамин Га. Силы небесные. Они спрятали их. Бен не нашел. И перепрятал немного. Бен, иногда твоя находчивость не иначе, как сверхъестественна. Но между нами и Испанцами есть еще запертая дверь. Ну, это не проблема. Возможно, я могу оказать поддержку. Хотела бы я знать, каковы ваши намерения. Конечно, вы правы. Безопасность и комфорт сеньориты Изабеллы. В первую очередь. Надеюсь, вы обе окажете нам честь и присоединитесь к трапезе. Возможно. Но я буду держать ухо востро. Вперед. Отчего вы так холодны? Мы же родились в одной стране. Да. Но это все, что у нас общего. В атаку! Нет. Изабелла. 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 Капитан Паркер, сложите оружие. Ваша позиция безнадежна. А ну-ка замерли, вы все, делай как я скажу, Моксон или... Джим, Вандербрекен, Морган, садитесь в лодку и поживее, пожалуйста. А Бен? Я разве что-то сказал про Бена Гана? Если я пойду, и он пойдёт. Отчаливай! Отпусти её, она тебе больше не нужна. Чтобы этот Моксон расстрелял нас? Отчаливай! Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok